Всем привет, с вами Айка. И сегодня мы с вами будем кушать. Я решила внести некое разнообразие. В последнее время у нас блюда очень сильно повторяются, поэтому сегодня мы будем кушать пирог с грибами и сыром. Очень вкусный, посмотрите. Рецепт взяла на фудру. Очень хорошо получилось. Мама готовила, я просто помогала со стороны. Итак, хочу поблагодарить всех, кто кидает мне донаты. Мне очень приятно. И хочется передать привет Ирине Чепурной. Огромное спасибо вам за донат. Здесь такое сообщение. Привет, Айгузик. Давно вас смотрю и кайфую с вами. Передайте, пожалуйста, мне привет в следующем видео. Ириночка, вам огромный привет. Спасибо огромное, что смотрите меня. Мне очень приятно. И порассуждаю, пожалуйста, на тему внимания от мужского пола к тебе. Я немного не совсем поняла, в чем именно вопрос. Начну с самого детства. То есть, когда мне было 13 лет, у моих одноклассниц вовсю уже были парни и так далее. Я как-то поздно повзрослела, так скажем. У всех уже были отношения. Даже иногда, знаете, вконтакте захожу, вижу до сих пор эти люди вместе. Мне кажется, если отношения зарождаются в школе, где-то до универа во вместе, уже вероятность того, что вы расстанетесь, очень невелика. Я начала замечать внимание к себе только в 10 классе, когда переехала уже сюда. Я как бы была новенькая. Всем было интересно узнать меня, какой я человек и так далее. Я, наверное, больше сторонник того, что не надо искать отношения. Отношения сами тебя найдут. Так и происходит. Если ты гонишься за этим, что вот, например, надо выйти замуж, надо вот поскорее, надо все успеть, то, как правило, ничего не получается. А вот когда ты на расслабоне, не всегда это получается, но все же. Иногда девушки винят себя в том, что у них, например, что-то не получается с этим молодым человеком. У меня, блин, девушка писала. Говорит, у нас с мужем там конфликт из-за того, что мы не можем сделать день рождения ребенку годик. Если мы в годик не можем сделать ему праздник, то что будет дальше? Это самый главный праздник в жизни ребенка. Я с вами абсолютно не согласна. Мне кажется, когда у меня будет ребенок, годик точно я особо сильно отмечать не буду. Лучше это будет два года. Почему? Могу объяснить. Два года уже ребенок понимает, что как к чему. А в годик еще не совсем. Точнее не понимает, что понимает ребенок в годик. И из-за этого ругаться с мужем. Очень часто в инстаграме мы просто переписываемся с моими подписчицами. Просто по душам. Я рассказываю о своих каких-то проблемах. Они рассказывают о своих. Жизнь, она как зебра. Полоса белая, полоса черная. Но при любом раскладе в конце все будет хорошо. У нас, например, абсолютно нормально жениться на двоюродной сестре. Я это, например, не понимаю. Как бы за мной не ухаживал мой двоюродный брат, я им просто скажу, брат, ты мне просто брат. Все посыпался. Хочу немножко поотвечать на вопросы под моим блогом. Их было много. Брат красавчик, с чувством юмора и на одной волне с тобой. Какая у вас разница в возрасте? Два-три года? Если честно, мне обидно, когда я читаю такие сообщения. Два-три года люди говорят. Не знаю, то ли он молодой выглядит, либо я слишком плохо выгляжу. Но у нас с братом разница в возрасте 18 лет. Ровно 18 лет. Но, несмотря на это, мы прекрасно понимаем друг друга. Мы на одной волне. Я ему могу все что угодно рассказать о своей жизни. И с женой то же самое. То есть замечательное отношение. С женой вообще супер. Какие-то проблемы в личном плане, в плане финансов, там еще что-то. Я всегда могу позвонить и посоветоваться с братом. Разница у нас 18 лет. А чем закончилась история со змеей в машине у брата? Может, я что-то пропустила? Кто знает, расскажите. Я знаю, я расскажу тебе. В общем, со змеей что произошло? Мы ее так и не нашли. Куда она делась, мы так и не поняли. Всю дорогу ехали, змею не видно было. Не знаю, куда она подевалась и как так произошло. Но до этого они уже один раз ехали в деревню на этой машине. И змея никак не проявилась, поэтому в этот раз уже какого-то страха у меня лично не было. Я сидела спереди. Как раз куда заползла змея. И честно, как бы я себя повела и себе я ее увидела, не знаю. Вызывали специалистов, которые специализируются именно по отловке змей. Они не обнаружили. Находили мастеров, просили разобрать машину. Когда они узнавали, что внутри машины змея, именно поэтому мы хотим ее разобрать, все отказывали. Я их тоже понимаю. Змея это не мышка. Змея может быть ядовитая. Поэтому многие просто не берут на себя ответственность. И правильно делают. Поэтому мы ее так и не нашли. Но когда включаешь кондиционер, такой неприятный запах, запах гниения, очень извиняешь не к столу. Мне все-таки кажется, что змея осталась внутри, либо задохнулась, или что-то произошло. Потому что выйти там варианта не было. Чтобы она вышла и просто выползла куда-то. В этот раз мы остановили машину. Хотя говорили, в этой области вообще змеи нету. И вот все вещи стряхивали потом в машину. Мало ли что. Уже горький опыт. Вы тоже. Я вам советую обязательно, когда вы собираете все вещи с пляжем, в свою машину, обязательно обратите внимание на свои вещи. Вы можете увидеть змею вообще дома. Это еще хуже. Многие спрашивали в комментариях, где змея, а что, а как решился этот вопрос. Почему ты не рассказала. Дело в том, что этот вопрос никак не решился. Он так и остался. Просто мы забили. Я вот в инстаграме спрашивала своих подписчиков, как можно решить эту ситуацию, что можно сделать. Много всяких вариантов писали мне. И вот реально мы попробовали все. Просто все, что вы писали. Люди реально такие отзывчивые. Столько всяких советов накидали. Рецепт просто отпадный. Пирог получился обалденный. Как раз и разнообразие самое то. У нас дома были грибочки. Мама хотела их мариновать. Я увидела этот рецепт. Говорю, маме, давай приготовим. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.